но с рынков он пропал по крайней мере под названием макалестер 710 отпусти мягенькая вот этой тарелки на нем вакуум практически не работает почему по ультра жесткую тарелку еще затестим на шпаклевки всем привет с вами снова канал о ремонте отделки просим нарбрест и я в своем видео о тарелках физика физики работы тарелок уже говорил что сделаю обзор и покажу в работе новую свою шрифт машину это длт 7232 забегу вперед скажу что это бывший макалестер 710 да такая своеобразная легенда но с рынков он пропал по крайней мере под названием макалестер 710 да на самом деле он появился абсолютно практически в той же комплектации только под другими брендами это аспро c8 это длт 7232 и по моему еще хвст не помню там номер модели по сути это один и тот же аппарат единственное что название стали другими под другими брендами итак посмотрим что это за аппарат аппарат уже поставляется в кейсе до в пластиковом кейсе сразу шланг закреплен очень круто да ничего не болтается здесь под аппаратом отсек для наждачки либо запасных тарелок переходная муфта в комплекте ну и по сути сам аппарат небольшая инструкция аппарат сразу идет сразу идет с жесткой тарелкой да такой по типу как на фестуле стоит на 600 я покупал отдельно себе здесь уже идет в комплекте двигатель 710 ватт мощностью есть регулируемый вакуум управление на ручке включили выключили регулировка оборотов чем в чем отличие от 710 макалестера да это то что сделали ломающуюся ручку 710 макалестере она была неразборная итак сейчас мы его посмотрим в деле я приехал к парням своим на объект и у них сейчас тут шлифовки куча предстоит да сейчас мы поработаем посмотрим как будет себя ультра жесткая тарелка вести так вот тарелка вот эта ультра жесткая до черная это кто если не смотрел видео обзор по тарелкам вот она она вообще как бы не давится не никак нигде не гнется никуда вот ее тоже затестим посмотрим как будет работать вакуум на максималке как бы на средних на среднем значении без вакуума посмотрим как вообще прилипает пылесос у нас будет bosch газ 25 свой пылесос я не тащил на пылесосе нету регулировки мощности на моем пылесосе есть еще регулировка мощности там можно баловаться вообще абсолютно хочешь на вакууме убрал добавил на пылесосе но здесь как бы нет здесь будем работать в таком режиме пылесоса на постоянной мощности будем уже играть именно самим вакуумом так сейчас проверим вакуум просто не включая машину просто включили пылесос смотрим на максимале отпусти возьми сейчас попробуй просто вниз потяни она даже скользить не хочет но машина не включена сделай на минимум вообще так минимум чуть-чуть как бы присас сейчас будем пробовать различную там середине туда то есть будем делать так чтобы удобно максимально таскать его по стенам короче у нас 150 фестов 150 гранат стоит сейчас будем пробовать на минимальных на минимальном вакууме давай в один так сейчас дальше берем ставим вакуум где-то на на середину специально выбрали стену в коридоре где чтобы окна все не запаковывать где более видно будет на боковой свет давай короче давай короче попробуем чуть-чуть здесь будет тяжелее намного водить и сыпется поклевка центр кто-то работает так сейчас поменяем тарелку на ультра жесткую да и ультра жесткую тарелку еще затестим на шпаклевке хотя я что-то больше уверен что она лучше для гипсовых штукатурок будет но попробуем уже раз раз начали тестить попробуем и будут шлифовать пацаны радоваться про вакуум сейчас да расскажу еще все здесь все понятно все все классно работает так поставили короче ультра жесткую тарелку и средний вакуум подожди вадим давай видно да режет верта верта режет остается оставляет яма а поставили вакуум побольше на всю так поставили мягкую самую тарелку поролоновую сейчас просто попробуем блин таких нету конечно грубых перепадов но ладно уже средний вакуум ставь наверно давай вот это вот место где нибудь вот по 3 посмотрим будет как облизывать не будет а перевезли не на пальцами герда Смотрите, ребята, максимальный вакуум и ничего не присасывается. На поролоновой тарелке ничего не присасывается. Через поролон весь воздух выходит. Вот и прикол с нашей тарелкой. Так, ну что, попробовали мы, потестировали этот зверь. Оставлю сейчас его пацанам защищать. Значит, впечатлений масса, да? Все-таки все время работая без вакуума, и тут вакуум появился, на что он влияет, что он дает. Значит, смотрите, сейчас буду рассказывать по порядку, потому что на разных тарелках вакуум один и тот же ведет себя по-разному. Начнем, наверное, с вот этой вот тарелки, вот с этой поролоновой, да, мягенькой вот этой тарелки. На нем вакуум практически не работает. Почему? Потому что мы пришли к выводу, что так как это, по сути, губка, то весь воздух, который уходит в центр, да, он и распределяется, как бы тянет через бока, через саму губку. Поэтому практически не срабатывает вакуум. В подсъемке я покажу, как бы мы приставляли, там отрывали, практически ничего не держит. И мягкая тарелка, да, тоже в подсъемке, там будет видно, что она, ну, как бы лижет потихоньку вот эти бугорки и очень, ну, то есть не срезает ничего. Это все будет видно. Самый такой жесткий вакуум, да, все-таки был на вот этой тарелке. То есть вот конкретно регулировка вакуума ощущалась, да, на тарелке именно на вот этой. Почему? Потому что она у нас как резина, да. Она у нас плотно, вот вакуум в центр, когда воздух засасывает. И она прям центром, да, больше, то есть она шлифует не всей своей плоскостью, а больше все-таки вот центром вот этим вот. Поэтому и вакуум вот здесь самый мощный, потому что все-таки немножко есть прогибание. По жесткой тарелке, по вот этой тарелке, так как она у нас никуда не гнется, здесь получается, у нас создается такая общая, короче, у нас тарелка прилегает всей плоскостью, да, и нету вот этих, то есть запилить, получить запилы на жесткой тарелке намного проще, да, чем на вот этой. Все-таки, наверное, финишные какие-то шпаклевки я бы, ну, под высококачественную покраску все-таки вот этой тарелкой тер. Но вот эта тарелка очень классна на корректировку, допустим, гипсовых штукатурок. Вот там вообще просто бомба. Это что касается вообще вакуума через различные тарелки. По самому вакууму самая комфортная работа, ну, допустим, на вот этих двух тарелках жестких, это где-то на середине вакуума. То есть, получается, мы рукой левой, которую держим возле двигателя, мы, по сути, направляем шлифмашину, не создавая никаких усилий, не давивши на вот эту стену, как бы пытаться прижать ее, да. Идет направление машины и комфортно работает. То же самое там и на потолке. Намного удобнее. Мы не ставим как рычаг руку, а приставили и чуть-чуть придерживая, да, просто направляем ее. Регулировка по регулировке оборотов, да. Почему я взял вот такую машину, а не взял вот эту новую, да, которая там на электронном управлении у нас идет. Потому что там старт оборотов идет с 900, здесь с 600. И на прочных жестких шпаклевках есть возможность подполировать материал, а они же уже убрать невозможно. Здесь с 600, да, я вот на вот этой ручке выставляю минимум. И вот так вот пальцем, одним движением делаю вверх. И, в принципе, мне этих оборотов достаточно. На прочных пастах у вас не будет так полировать шпаклевку. По мощности двигателя, я уже говорил, да, 710 ватт. Чем крупнее наждачку мы ставим, тем тяжелее двигателю работать. И все-таки, чем мощнее мотор, ну, не такая нагрузка идет на двигатель. И не так, по сути, изнашивается у нас, да, двигатель. Аппаратом довольный, капец как. Компания ДЛТ, еще раз, да, ссылочка будет в описании. Конкретно эта моделька, это у нас 72-32. Ну, а если хочет кто-то, именно на электронном управлении, это будет 72-31 модель. Там вилка поприкольнее, да, сама вилка. Там голова гнется, вот эта часть головы гнется еще больше, да. И с потолками, ну, как бы той машиной, наверное, будет поудобнее работать именно с потолками. Но именно вот по оборотам, да, по мощности двигателя и, как бы, сам вакуум регулируемый, который здесь. И мы можем под любую задачу, в принципе, добавить его, либо убрать. То, конечно, бывшие 710, да, либо это Аспро-C8, либо ДЛТ-72-32, эти модели, конечно, классные. Значит, еще один момент. По машине 72-31, там идет вакуум нерегулируемый. То есть, он где-то сделан примерно, ну, если вот с этим сравнить, да, как будто бы здесь, если сделали вот середину. То есть, вот у меня ребята там брали, по-моему, ХВСТ модель, работали ей. И довольно комфортный вакуум, хоть и нерегулируемый. А с вами был канал ProSeminarBrest. Подписывайтесь на канал. Если был полезным, ставьте пальцы вверх. Всем удачи, крепкого здоровья, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok